Добрый вечер, уважаемые зрители! Я бы хотел озвучить эту тему. Конечно, сейчас будет большая агрессия. Надо было бы немножечко поговорить про гуманизм, рассказать о сверхценности человеческой жизни. Но я, как управленец с серьезным стажем и системный инженер, технократ, буду говорить так, как думаю. Я думаю, это будет честнее. Итак, пришлось недавно мне, что, собственно, исподвигло на этот разговор, увидеть, как люди критиковали соседей, которые занимают рабочие профессии. Нет, не наладчика. Грубо говоря, один мужчина был сварщиком, по сути, не слишком высокой квалификации. Женщина была медсестрой. И говорилось, что эти люди, они, ну, неуспешны, и так далее, и тому подобное. Здесь нужно бы, конечно, долго и упорно говорить в их защиту, говорить, что все профессии важны, все профессии нужны. Но надо быть честным перед самим собой. Есть только одно условие, при котором дальше это будет иметь какую-то актуальность. Это Третья мировая война. Если мы сможем так или иначе каким-то способом пройти мимо этого бутылочного горловска, через которое, как говорят ученые, должны проходить все цивилизации, то, собственно, у нас ситуация будет следующая. У нас произойдет роботизация. Она уже произошла. Уже я беседовал с инженерными компаниями, которые прямо говорят, что мы заменяем ваших 5 сварщиков на одного робота. И знаете, это будет дешевле, потому что они не ходят на больничные, и так далее, и тому подобное. А потом мы и 10 заменим. За полтора года это все окупится, а дальше будет приносить чистую прибыль. Со временем это все будет только дешевее. Да, люди, рабочих профессий, они будут терять свою актуальность. Не так быстро, конечно, как это мнится футурологам, но будут. И уже сейчас я говорю, что если вы хотите, чтобы ваши дети были бы не то что сверхуспешными, а просто были успешными, то всяктор информационных технологий и связи с ними, ну, он очень важен. Очень важен. Хорошо это, плохо, я не знаю. Ну, человечество уже проходило подобное. Ну, например, когда появились паровые машины, когда 30 швей заменял один паровой станок с двумя механиками. Они оказывались на улице, голодали, появились лудиты, они ломали эти станки. Но мы знаем, что лудитов нет, а, собственно, станки есть. И они сильно модернизировались. Опять же, хорошо это или плохо? В развитии человечества я бы вообще воздерживался от таких критериев. Как есть. И медицинские роботы появятся, и медики уже сейчас активно взаимодействуют, на самом деле, в современных клиниках с медицинским высокотехнологичным оборудованием. И управляют роботами, которые внутри человека делают микрооперации. Вы никуда не денетесь от информационных технологий. Рассказ о том, что я не могу в это... А, никому не важно, можете вы или нет. Это требование времени. Каждый должен иметь базовые, фундаментальные вещи, да, знания в IT. Это Word, Excel, бесплатные аналоги. Вот, некое основное знание хотя бы 1С управления торговлей. И некие тоже, там, полтора-два десятка программ технических. Может быть, даже какие-то навыки никейщиков. Чтобы каждый раз не искать мастера, чтобы винду переустановить. А вот такое, да, время. И в телефоне, да, и АПК-файлы, подключить телефон к компьютеру. И уметь забронировать отель на букинге. Вот. А ничего не сделаешь. Все. Дальше будет, с точки зрения этих людей, только хуже. Вот сейчас готовятся электронные паспорта. Я не знаю, когда вы смотрите это видео. Но три дня назад, насколько я понимаю, были продемонстрированы прототипы электронных паспортов. Возможно, в тот момент, как вы его смотрите, до неба, эти электронные паспорта для вас обыденность. Вот сейчас электронные визы вводятся в Ленинградской области. Все произошло. Все произошло уже. Дальше будет только, как они говорят, хуже, а мне кажется, глубже. Вот. Это моя позиция. Да, она негуманная. В ней нет заботы о людях, которые оказались за бортом технологического процесса и прогресса. Нет заботы о селах. Ну, знаете, город раньше кормил село, а сейчас город кормит агрохолдинги. Я не знаю, русские ли это агрохолдинги или китайские. Мне давно кажется, что говорить в разрыве тростнациональных корпораций о каком-то гражданстве, это просто смешно. Но исторически компания наследия возникла в Америке. Сейчас говорить о том, что наследия американская компания. Ну, потому что, что квартира в Америке, так она завтра может быть в Женееве. Вот, как бы, хотелось бы обнадежить, но я не вижу смысла. Любые более-менее квалифицированные должности с более-менее приличной зарплатой прямо или опосредованно были, есть и будут, а далее только глубже связаны с сектором информационных технологий. Если вы считаете себя вправо с ним быть не связанным, готовьтесь к проблемам. Но если даже вы переживете эти проблемы, то ваши дети, а ваши внуки сто процентов будут в этом. И вот обратите внимание, у вас был вот такой уровень, который вам кажется очень сильным, мне уже не раз это говорили. Ваши дети будут еще глубже, а ваши внуки, они вообще будут расти, я не знаю, может быть, в виртуальном сознании. Мы этого ведь ничего пока не знаем. Но по факту наши дети, они уже, у меня нет детей, конечно, но, скажем так, дети, которых я наблюдаю из окна, да, они уже, собственно, растут между смартфоном и планшетом. И отбирать их смысла нет. Это лишать их будущего. Отбирать у современного ребенка электронные устройства, это лишать его будущего. Хотя, конечно, отобрать проще, чем объяснить, зачем оно на самом деле нужно. Вот такая история. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok